Общественный транспорт и магазины – топ-мест для распространения коронавируса. Закрытое пространство, много людей, кто-то опускает маску на подбородок. Идеально. Я считаю, что для того, чтобы не заболеть или хотя бы сделать максимум для себя все, чтобы не инфицироваться, нужно соблюдать эти элементарные правила. Итог заражения, особенно сейчас в эру омикрона. Подхватить вирус проще в разы. Дальше лечение. Главное – не лечитесь сами. Это опасно. Практика показывает, что когда у человека заболевание протекает в средней или тяжелой форме, и люди начинают дома лечиться, то до определенного момента течение болезни похоже на легкое, пока идет инкубационный период, пока все развивается. А когда уже настают симптомы пневмонии, высокие температуры, высокие лихорадки, и люди обращаются уже в поздних стадиях, то уже объем поражения легких, высокий. И наше лечение уже не настолько эффективно и не так быстро может стать легко данному пациенту. Чем раньше ты обращаешься за медицинской помощью, тем вероятность выздороветь и перенести заболевание в более легкой форме тоже вырастает. Если в начале пандемии больше болели взрослые, то сейчас много и детей. В госпиталях на сегодня 31 ребенок. Корона мутирует. От симптомов легкого вируса до осложнений иногда всего пара дней. Уже в госпиталях сейчас никак в самом начале пандемии попадает и более молодой возраст, и 30, и 40 лет. Специалисты по-прежнему твердят в один голос. Главная защита – вакцинация. У нас на выбор несколько препаратов. Модерна, Синовак, Спутник. Ну и не забываем о средствах защиты. Маски и дистанция. Особенно в общественном транспорте и магазинах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok